На российском телевидении Карачаева-Черкесия в прямом эфире. Главные вести республики. С вами Руслан Кортмазов. Добрый вечер. Сто лет исполнилось бы сегодня председателю обусполкома Карачаева-Черкесии Замахшири Карданову. Сегодня общественность вспоминает его жизненный путь. Награда доктору. Фатима Беджива получила орден за заслуги в медицине. Она более 20 лет лечит пациентов с онкозаболеваниями. Такие бывают чемпионаты. Чемпионат по преподаванию в младших классах. В педагогическом колледже студенты соревновались в мастерстве. Сегодня день дикой природы. В Карачаево-Черкесии увеличивают поголовье зубров. Их теперь 42. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов встретился с новым командиром 34-й мотострелковой горной бригады, которая дислоцируется в Зеленчукском районе Карачаева-Черкесии, Андреем Смирновым, назначенным на эту должность министром обороны России Сергеем Шойгу. Сторон обсудили главное направление взаимодействия органов власти с командованием и личным составом мотострелковой бригады, которая на данный момент является единственным подобным подразделением в СКФО. Рашид Тимрезов отметил, что одна из важнейших задач – совместная работа по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. У бригады налажены тесные связи не только с образовательными учреждениями Зеленчукского района, но и с другими школьными молодежными коллективами республики, с участниками движения юно-армейцев. Также на встрече были затронуты вопросы материально-технического обеспечения, улучшения социально-бытовых условий военнослужащих и членов их семей. Сегодня исполнилось бы 100 лет со дня рождения Замакшири Касимовича Карданова, видному общественному политическому деятелю, председателю облсполкома Карачаева Черкесии с 1951 по 1956 год. Последующие 16 лет Замакшири Касимович был председателем Ставропольского краясполкома. Возле дома, где он жил, постоянно мероприятие прошло, в котором приняли участие представители власти, общественных организаций, его родные и близкие. Всюду, где бы он ни трудился, Замакшири Касимович неизменно проявлял лучшие качества настоящего гражданина и патриота. Он всегда ценил и уважал за то, что его помнят. И сегодня благодарные земляки Замакшири Карданову выражают уважение. И говорят, что он был очень принципиальным и одновременно профессиональным человеком. Замакшири Касимович Карданов был настоящим политиком, который ратовал в первую очередь за интересы обычного человека. Привер самотверженного труда и настоящего бойца. Можно с уверенностью сказать, что его вклад в социально-экономическое, социальное и культурное развитие Карачаева-Черкесии и Ставропольского края, укрепление законности стали фундаментом для потомков. Нам есть таково равняться и гордиться. Светлая память. О жизни и деятельности героя до перестроечного времени, о нашем выдающемся земляке Зарема Карданова. Шоу памятный для всей страны 1982 год. Именно в сентябре этого года не стало Замакшири Карданова. Анализируя события, последовавшие после ноября 1982, можно смело сказать, что наступившая перестройка вместе с преобразованиями не принесла бы Замакшири Касимовичу удовлетворение коммунисту по духу, по призванию. Я лично имел счастье быть знакомым, очень милый, очень обаятельный, чрезвычайно внимательный человек. Мы накануне его столетнего юбилея. Нам очень обидно, что в республиканском центре нету биуста, которого он вполне заслуживает. Замакшири еще подростком начал трудовую деятельность. Учился прилежно и даже успел вступить в ряды партии. Война застала молодого солдата в разгар службы. Все четыре года был на передовой командиром саперного взвода. И награды говорят о боевом пути лейтенанта Карданова, боевой орден Красной Звезды, медали за отвагу, за оборону Кавказа, за взятие Будапешта и многие другие. Работал и учился в учительском институте, затем и в высшей партийной школе. Потом защитился. Кандидат экономических наук Замакшири Карданов опубликовал около полусотни научных работ. Среди них особое место занимает большой филологический труд русско-черкесский словарь. Был депутатом Верховного Совета РСФСР 4, 5 и 6 созывов, делегатом 19 и 22 съездов партии. Его мемориальная доска висит в этом доме. Мы Карданов и весь род очень гордимся им, что среди нас вышел с нашего рода аулопсовый человек и вышел такой видный государственный политический деятель. За безупречный труд Замакшири Карданов только в одном 1957 году получил два ордена. Орден Трудового Красного Знамени и Орден Ленина. В список орденов за высокие достижения в труде дополняют еще два ордена Красного Знамени, три ордена Знак Почета, Орден Октябрьской Революции и Орден Дружбы Народов. Был награжден специальной медалью за освоение целинных земель неоднократно с золотыми медалями ВДНХ СССР. И все это приходится на время, когда он возглавлял область полком Карачао-Черкесии. Именно в это время наша область превратилась из аграрной окраины в развитую индустриальную область. Так продолжалось 15 лет, пока его не пригласили в Ставропольский край с полком заместителем руководителя. Я только видел по телевизору членов политбюро и генерального секретаря. Вот так организовал похороны этого человека, краевая партийная организация во главе с Мураховским Севалом Сарафимовичем. И на митинге он сказал, дорогие наши старопольчане, мы потеряли нашу Тхамаду Ставропольского края. Мы его как Тхамаду рассчитали, его уважали, ценили и всю жизнь остается в нашей памяти, как наш Тхамада. Во мне, в моем сыне, в моем отце, естественно, есть частица, большая частица этого духа, этой крови. Естественно, мы будем передавать через поколение это тепло, это настроение, это отношение к его родной земле, к народу. Жива память о человеке ровно столько, сколько о нем помнят. Вместе с такими людьми уходит целая эпоха. Однако в сердцах благодарных потомков жива память о своих замечательных земляках. Зарема Карданова, Ислава Гомова, Либостан, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии. В Казахстане ночью снег, дню преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью будут порывы до 11-14. Температура ночи минус 3-5, днем 4-6 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. Праздничная мега-акция в Ветских мехах. Скидки до 50%. При покупке шубы куртка в подарок. Успей до 8 марта включительно. ТЦ Панорама. Первый этаж. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру. Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это главная весть республики. Мы работаем в прямом эфире. И весь из оперштаба. Сегодня в Карачаевой Черкесии выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 19 159 человек. Из них 17 426 выздоровели. 261 человек сейчас госпитализированы. За заслуги в медицине в соответствии с решением Совета ветеранов войск правопорядка Карачаевой Черкесии нагрудным орденом был отмечен специалист-химиотерапевт республиканского онкологического диспансера Фатима Беджиева. Вот уже более 20 лет доктор занимается лечением пациентов с онкозаболеваниями с помощью специальных химиопрепаратов, которые используются для уничтожения подавления, а также торможения роста раковых опухолей. На счету Фатима Назимова на десятки спасенных жизней, которым, казалось бы, оставались считанные недели. Слово искренней признательности за ежедневный труд, высокий профессионализм, индивидуальный подход в лечении каждого пациента выразил председатель Совета ветеранов войск правопорядка Карачаевой Черкесии Сергей Кузнецов. Он лично прикрепил к белому халату врача награду, пожелав отличного здоровья и дальнейшего успеха в работе. Я могу привести очень много примеров из своей службы, когда наши ребята, наши офицеры, бойцы шли на смертельный риск, спасая чужие жизни. Вот для того, что заслоняли своей грудью от пули. И нам близки эти принципы, эти принципы гуманизма. А вот здесь, в данном случае, я знаю, как приходится бороться за жизнь, когда человеку дают срок, ну, два месяца, не больше. А врач умудряется, используя возможности Российской Федерации, нашей медицины, ну, нельзя сказать, что она у нас там на огромном, на высоком уровне, да. Но, используя все малейшие возможности, продляет этот срок в 10, в 20 раз. Сегодняшняя награда, конечно, очень играет большую роль. Это очень приятно, за что пациенты оценили мой труд. Я очень благодарна им. Я очень надеюсь скорейшего выздоровления пациентам, чтобы пациентов у нас было все меньше и меньше. В педагогическом колледже имени Умара Хабекова, Черкеска, состоялся региональный чемпионат «Волжский С-21». Преподавание в младших классах. Основная тема борьбы за лучшего педагога. Свои знания в этой области поддемонстрировали студенты четвертых курсов педколледжа. Альбина Ламкова продолжит. Вы что-нибудь чувствуете? Какой запах пошел? Неприятный, да, запах пошел? Как вы думаете, что это такое? Нет, это не химическая лаборатория, а всего лишь урок природоведения в начальном классе. Студенты его подготовили к чемпионату «Волжский С-21». Лучшая подача знаний конкурсантами в обучении детей – главная цель участников состязаний. Педагогическое мастерство студентов накапливается из года в год. За время обучения к выпускному багаж будущих педагогов необходимо заполнить профессиональными знаниями, умениями и навыками. И этот конкурс служит одной из площадок их демонстрации. Участие в чемпионате WorldSkills мотивирует меня на то, на что я способна, понять свои возможности, свои невозможности. Это возможность самореализации, саморазвития и также повышения профессиональной компетентности. Концепция организации чемпионата WorldSkills отработана четко. Конкурс в спецколледже проводится не первый год. И каждый успешный студент стремится продемонстрировать свои знания в педагогическом мастерстве. Для того, чтобы определить лучшего, участникам чемпионата дали три дня. Им за этот период необходимо было представить фрагмент урока, разработать и показать поэтапно учебные задания с использованием интерактивного оборудования, сохраняя доступность усвоения материала. Главный эксперт чемпионата Елена Герцева прибыла из Адыгеи. Она оценивала качество и профессионализм участников. Студенты готовятся в течение трех или двух часов для подготовки и демонстрации своих занятий, уроков, демонстрации разноуровневых заданий, для подготовки обучающего интерактива для родителей. Их подготовка говорит о том, что даже профессионалам трудно справиться с теми заданиями, которые выполняют они. Участник чемпионата, занявший первое место в нем, продолжит борьбу за звание лучшего молодого профессионала в национальном чемпионате WorldSkills Russia 2021 по компетенции преподавания в младших классах. Им может стать каждый, заключила специалист конкурса, так как уровень подготовки студентов высокий. Альбина Ламкова, Анжела Джебекова, Али Бастанов. Вести. Карачаево-Черкесия. Сегодня во всем мире отмечают День дикой природы. Цель праздника – напомнить человечеству, насколько хрупка наша природа и как важно относиться к ней бережно. Более чем одну треть Карачаева-Черкесии занимают заповедные зоны – Кавказские и Тибердинские государственные заповедники. В республике насчитывается 8 заказников и 61 памятник природы. Из животных, входящих в Красную книгу России, в регионе обитают норка европейская, лесной кот, выдра кавказская, белоголовый сип и кавказский тетерев. А в собственную Красную книгу Карачаева-Черкесии вошли 156 видов животных и 179 видов растений и грибов. Также Тибердинский заповедник с 2012 года участвует в программе восстановления зубра на своей территории, благодаря чему их численность удалось увеличить до 42. А еще сегодня, 3 марта, очень знаменательная дата – 160 лет исполнилось со дня отмены крепостного права. Поздравляю. И на этом главные вести Карачаева-Черкесии мы завершаем. А дальше – «Акушерка. Счастье на заказ». До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»